Эфир Кубань24 продолжает программу на стороне закона. Подборка свежих криминальных новостей и советы, как не попасть в беду. Здравствуйте. Примите меня к новым маме и папе. С такой запиской в одном из кафе Белореченска женщина оставила свою дочь. Она отправила ребенка играть в детскую комнату, а сама расположилась в зале. Потом посетительница сказала официанту, что ей нужно отлучиться. Мать оставила ребенку пакет с одеждой и едой. Больше за малышкой она не вернулась. На одинокую четырехлетнюю девочку обратили внимание сотрудники заведения. Они и вызвали полицию. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили мать несовершеннолетней девочки. Ей оказалась 35-летняя жительница республики Адыге. В настоящее время ребенок передан в медицинское учреждение. В отношении матери сотрудники полиции проводят проверку. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. В связи с общественным резонансом, следственным управлением Следственного комитета России по Краснодарскому краю инициирован вопрос об изъятии из органов полиции материала и передачи его для дальнейшего рассмотрения и принятия процессуального решения в следственные органы Следственного комитета России. Сотрудники Краевого следственного комитета изучат условия жизни и воспитания девочки. Ну а в Сочи сотрудники госавтоинспекции всерьез взялись за пассажирские перевозки. Там началась операция автобус, в ходе которой полицейские проверяют транспортные средства, перевозящие людей по маршруту. Особое внимание уделяют режиму работы и отдыха водителей. Так, максимальное время, которое шофер может находиться за рулем в течение дня – 12 часов. В неделю же не допускается водить дольше 45. Все эти данные записывают специальные приборы учета, тахографы. А во время проверки сотрудники ГИБДД считывают эту информацию. В целях снижения количества ДТП, а также снижения тяжести их последствий, на территории города-курорта Сочи с 12 августа 2019 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», в рамках которого сотрудниками госавтоинспекции проводится проверка технического состояния транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров. Только за первый день рейда инспекторы проверили больше полусотни автобусов, как рейсовых, так и экскурсионных. Выявлено 16 нарушений правил дорожного движения. Четыре материала составлено на должностных лиц, отвечающих за выпуск транспорта на линию. Четверо пострадавших, КАМАЗ на боку и перекрытая трасса. Авария произошла на автодороге Краснодар-Верхнебаканский в районе поселка Горный. По предварительным данным водитель автобуса немного задел легковушку, которая вылетела навстречу и столкнулась с тяжеловесом. Удар был настолько сильный, что грузовик перевернулся, причем перевернулся он на еще одну легковушку. Результат – четверо пострадавших, в том числе и ребенок. Примечательно, что рулевой автобус с места ДТП скрылся, но ненадолго, почти сразу его поймали сотрудники госавтоинспекции. Подробнее о других авариях, произошедших накануне, расскажет Валерий Стурид. Начинаем свой дайджест с неприятной царапины на пересечении Селезнева и Сормовской. Судя по резкому перестроению автомобиля такси, заказ пришел настолько выгодный, что выезжать надо было незамедлительно. Тарапыга пытался протиснуться в крайний левый ряд из крайнего правого, но не прошел по габаритам и поцарапал легковушку. Разбирательство, заполнение документов, ну а выгодный заказ, похоже, достался другому извозчику. Через несколько часов на том же кольце, только уже на выезде, опять авария. В этот раз рулевой малолетражки решил перестроиться с поворотной полосы и продолжить движение прямо. Только пропустив фургон, не заметил японскую легковушку. Опять обидная царапина, блокирование двух полос и небольшой затор. А на пересечении улиц Сорокалетия Победы и Московской один водитель догнал другого. За поворотом образовался небольшой затор и рулевой красного хатчбека немного притормозил. В этот момент его и поймал владелец машины, следующий позади. А вот и еще один паровозик. На этот раз в самом центре, перекресток Красной и Пашковской. Японская иномарка на светофоре не успела остановиться и догнула отечественную Калину. Учерб, конечно, незначительный, но настроение точно подпорчено. Обсудим типичные ошибки на дорогах и поговорим о правомерном поведении всех участников уличного движения в нашей рубрике. Дмитрий Витальевич, рада приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте. И давайте сегодня рассмотрим пример с велосипедистами. Очень хочется вашего комментария. Вот, например, у нас водитель велосипеда едет по правой полосе, как положено. Но вот проблема только в том, что ему нужно проехать прямо, а знаки указывают на том, что эта полоса только для поворота направо. Как быть в этой ситуации, что он должен делать и как, собственно, не оказаться виновником ДТП, если ты ведешь велосипед? Ну, здесь с велосипедистами это отдельная история. Здесь можно говорить долго и содержательно. Для начала нужно разобраться, кто такой велосипедист. Велосипедист это такой же у нас участник дорожного движения, как и остальные водители. Транспортный средств, гужевый повозок и так далее. Нужно понимать, что садясь на велосипед, он становится участником дорожного движения и должен выполнять, соответственно, правила дорожного движения. Где у нас может ехать велосипедист? Велосипедист должен ехать по велопешеходным дорожкам, по велосипедным дорожкам. При их отсутствии он может двигаться по обочине или правому краю проезжей части. При отсутствии такой возможности только тогда он может передвигаться по тротуару. В то же время, в соответствии с правилами дорожного движения, ему запрещается, если он движется в правой полосе, ему запрещается перестраиваться в левую полосу, в среднюю полосу и так далее. Ему запрещается совершать поворот налево, если имеет место дорога с более чем одной полосой для движения в каждом направлении. То есть в этой ситуации он также должен руководствоваться правилами дорожного движения и движение прямо не продолжать. То есть руководствоваться требованием, поскольку он велосипедист, он у нас вообще предусмотрен правилами дорожного движения, такое понятие там есть. И эти правила на него распространяются. Он должен здесь повернуть направо и изыскать возможность пересечь ту дорогу, на которую он повернул, исходя из правил дорожного движения. И требоваться руководствоваться дорожными знаками и разметкой, которая здесь установлена. Что касается обгона и опережения, вот как должен человек на велосипеде осуществлять эти маневры? Человек на велосипеде эти маневры не должен осуществлять. И опять, как я уже только что сказал, выезжать на среднюю полосу, выезжать из полосы для осуществления маневров гона, ему это запрещено. Поэтому он может опережать транспортные средства. Я так понимаю, идет ситуация, когда пробка, когда весь транспорт стоит по правой полосе, по правому ряду, по обочине. Он может их опережать и двигаться дальше. Но при этом выезжать между полос, далее, чем правая полоса, ему запрещено. А припаркованный на правой полосе автомобиль, это проблема для очень многих видов транспорта, в том числе, естественно, велосипедов? Ну, я думаю, велосипедисту можно объехать препятствие это. Либо справа уже, я не думаю, что автомобиль будет припаркован прям непосредственно в полосе. Если есть такая проблема, то уже в каждой крайней ситуации велосипедист должен спешиваться. Если он не может ехать на велосипеде, действуя согласно правилам дорожного движения, он должен спешиться. Спешившись с велосипедом, он превращается в пешехода. И, опять-таки, должен руководствоваться с требованием правил дорожного движения. Как вот при пересечении дороги, где более двух полос, где более одной полосы в каждом направлении, две, он должен спешиться, найти, доехать до пешеходного перехода и воспользоваться им в установленном порядке. То есть, переведя велосипед, держа его за руль. То есть, в этой ситуации он становится пешеходом. Аналогичным образом, я думаю, стоит действовать и в данной ситуации. Если у нас, допустим, не одиночные велосипедисты, а есть колонна спортивная, на них как распространяется? Также распространяются требования правил дорожного движения на них. Точно так же они не имеют права выезжать из занимаемой полосы. Но они организованно движутся. То есть, согласно ПДД, у нас эти колонны не более 20 велосипедистов. Если их больше, то они разбиваются на отдельные группы. Это движение происходит с сопровождением и проблем особых не составляет. Потому что их видно издалека. Для водителя появление таких велосипедистов не является неожиданностью. Основная проблема в том, что они появляются, как правило, на дороге для дорогих участников неожиданно. И пешеходы не ожидают увидеть велосипедиста, когда переходят через пешеходный переход. И водители не всегда их видят, когда перестраиваются, выполняют какие-то маневры поворота. Основное характерное ДТП для велосипедистов – это когда машина поворачивает направо, а велосипедист правее едет. И, соответственно, водителя машины его не видят и происходит столкновение. Нужно понимать еще велосипедистам, что сейчас это уже даже очевидно. Видно на улицах нашего города, что нельзя пренебрегать средствами личной защиты, экипировки, шлемы, перчатки и так далее. Потому что скорости существенные, велосипеды двигаются с внушительными скоростями. Повреждения можно получить вплоть и летальные. Ну и буквально последний вопрос. Подскажите, пожалуйста, вот из вашего опыта, можно ли назвать велосипедистов прилежными, правильно, выполняющими правила участниками дорожного движения? Немало таких велосипедистов. Еще хотел бы подчеркнуть, что, исходя из требований правил дорожного движения, велосипедисты даже должны управлять своим велосипедом. И в дневное время, при наличии включенного ближнего света фар, у них велосипед, на котором они двигаются по дорогам, должен быть оборудован и габаритными огнями. Потому что это транспортное средство, предусмотренное правилами дорожного движения, и, соответственно, они же распространяются в полном объеме. Немало, кстати, встречаются на дорогах таких велосипедистов, приятно их посмотреть. Они соблюдают правила дорожного движения, они их и знают. Основная причина, основная проблема в том, что водители велосипедов не знают правила дорожного движения, выезжают на дорогу, совершенно не ознакомившись с ними. Гораздо приятнее работать и действовать с теми людьми, которые имеют действующие водительские удостоверения и знают, как все это происходит, механизмы происшествий на этих дорогах, и готовы их соблюдать правила дорожного движения. Спасибо вам большое за комментарий. Надеюсь, вот таких вот правильных, прилежных велосипедистов будет больше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поймали расхитителя благодаря пункту приема металла. Именно туда и отвез мужчина все награбленное. От дверей пункта потянулась ниточка, за которую впоследствии и дернули сотрудники транспортной полиции. Что интересно, сумма ущерба составила всего 7 тысяч рублей. Вот так недорого оценивают некоторые жители свою свободу. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье кража. Максимальный срок наказания – 5 лет. А вот любители покататься с ветерком по пешеходным зонам нашли на просторах всемирной паутины. Во время мониторинга социальных сетей сотрудники ГИБДД обратили внимание на видео, где русская лада передвигается по набережной, куда въезд на автомобилях запрещен. Сотрудники отдельной роты ДПС изучили видеоочевидцев, подняли съемки камер, системы «Безопасный город» и вычислили нерадио у водителя. Им, кстати, оказался 20-летний местный житель. В отношении нарушителя полицейские составили 4 административных материала. Покатушка лихачу обойдется в 3000 рублей. Итог простой. Не хотите нести финансовые потери – соблюдайте правила дорожного движения. Ну а если вы сами стали очевидцем какого-либо происшествия, присылайте фото и видео на электронную почту программы на стороне закона. Адрес вы сейчас видите на экране. У меня на этом все. Хорошего вам вечера. Проведите его весело и безопасно. Увидимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok